Не буду пудриться, девица Клуб уже назрел, его нужно открывать и каждый, пускай выразит свое слово, скажет, что думает. Именно от стариков очень важно услышать, что они думают вообще по ситуации, которая происходит здесь в США. От казаков, которые здесь присутствуют, присутствуют разные казаки из разных станиц, из разных штатов. Так получилось. И кто что скажет. И исходя из этого, я думаю, будем делать выводы. Решение Круга легитимно. Я думаю, самое лучшее, чтобы каждый казахский и вообще все, каждый себе обознал, кто он такой есть и откуда он есть. Это очень бы хорошо было. И вот по сегодняшний день пока все благополучно. И вот у нас это было недоразумения раньше какие-то. Но все это сгладилось, пока все идет нормально. С регали мы, как это много говорят, потому что больше всех заходят от регали. Где и как и что. Я так усмотрел на это дело, потому что кто бы мы ни были, мы потеряли престиж вообще во всем здесь. Потому что нас осталось очень мало. Единицы. Перед тем, как было, когда и космонское казачье войско за рубежом. Ну, с одной стороны, мы должны были, наши регали, которые были за границей, чтобы они возвратились на родину и чтобы они еще продолжали не один или не два года, а десятилетия. Чтобы они продолжались для наших будущих казаков, которые сейчас вообще возрождаются там. Это очень даже будет приятно даже и для нас самих здесь, и для регали, которые сейчас находятся в Краснодарском крае. И преимущество там намного-намного лучше, потому что здесь они были не на своем месте. И они прели, можно сказать. Уничтожение было. Хотя бы теперь частицу сохранить, которую наши предки создали когда-то. И до сих пор мы это, это наша кровь. Наши... Были представители от Семереченского казачьего войско, который находится здесь, в Соединенных Штатах. К сожалению, мы живем в разных штатах. Разбросало нас очень далеко. Вот. Ребята были буквально позавчера. Они встречались с атаманом, передали документы, передали свои пожелания к кругу, пожелания к старикам. Выразили общую точку зрения, которая была уже озвучена здесь. Если вы позволите, я просто прочитаю обращение, которое казаки оставили после себя. Обращение к казакам, забравшимся на первый учредительный круг в Таинске Николаевской, город Честер, Панцельвания, США. Вот. Хотел бы я услышать. Это первый вопрос. Для чего мы собрались? Если мы собрались для того, чтобы создать реальную, сильную организацию, то в какой форме она будет работать? Предварительно мы проводили уже, высказывали свое мнение по этому вопросу. Вот этот вопрос для меня самый важный. И, наверное, для нас, для всех. То есть, если вы не против, если казаки не против, давайте начнем с Никольской. Вот в Честере, где мы находимся. Я хотел бы услышать мнение казаков, всех собравшихся здесь. Как вы видите, в сложившейся сейчас исторической ситуации, потому что, ну, на самом деле, все разрознены. На самом деле, в наших рядах и проходимцы есть, и мошенники, и коммерсанты, и кого только там нет. Не знаю, сможем, я считаю, что целью это положить этому конец. Реально прекратить эти распри и начать реально работать. Вот. Ситуация очень странная получается. Кубанцы как бы разделя находятся. Донцы тоже непонятная ситуация. Как-то вот терцы вообще только-только объявились. И выходят какие-то странные личности, которые только добавляют разлады между нами. Чтобы мы друг другу. Только недоверие больше между нами. А вот они вот так сделали, а вот эти вот так сделали, а вот давайте мы не будем так. Я считаю, что не надо этого делать. Нужно просто поддерживать. Есть атаман. Один. Второй. Есть товарищи атаманы. Есть совет. Все. Решение принятое. Жестко. Ясно. Это дисциплина. Если каждый будет кричать о своем казачестве и все такое, это будет неправильно. Желательно бы сообъединиться. Я не знаю, будет ли это прототипом того, как было. Вы, наверное, помните союз казаков в Донах и Терри. Будет похоже, хотя бы если самую малую часть, если это будет, хотя бы похоже на это. Это большой плюс для нас, для всех. Очень многое значит для нас, для всех. Если произошла какая-то ситуация, хорошая, плохая, неважно. Поделились, узнали. Мы в курсе. Если что-то происходит, может кому-то помощь нужна. Объединились. Подъехали. Кто смог. Подскочили. Помогли. Чем могли. Все. Вот это важно. А вот так вот каждый сидит в своем углу. Это неправильно. Если господин Атаман выдвигает такое предложение, я считаю, мы поддерживаем. По крайней мере от Терцов. И не только. Понятно, то есть в какой форме единственное. Это союз казаков. Это выносить только на обсуждение всех. Это союз казаков или это на базе, как у кого, какое мнение. Еще есть, голосуем, и на веб-сайте появится название. Нет, у нас знают, у нас есть авторитетный мир. Я говорю об организации, о новой организации. Узнают о том, что мы собрались. О том, что мы наконец объединились. Тянуть с другой стороны нельзя. Потому что нужно называть, нужно создавать официально, делать все. Нужно бумаги делать, регистрироваться, открывать счета. Делать все это нужно уже сегодня, вчера. Те же российские афишинс, которые принимают к себе гости разного рода гостей, так скажем. Когда это от нашего круга, от нашего совета объединения, телегировался какой-то человек, и мы официально всем разослали, что мы официальная организация. Мы присоединили какие-то цели и законы, у нас был круг официальный, и от нас этот представитель пошел. Вот его принимайте. А остальные, все, кто приходят туда, незачем и не попали, и объявляют себя к тебе, просто смешно это выглядит. Даже российская официальная, они не понимают, пришел вот тут расписной весь красивый, ну ура, заходи. Он за себя и фотографирует, и так, ну... Предложения по названию еще раз. Но вы должны это услышать и больше их услышать. Какие предложения? У нас какое-то было у нас мнение. А тамццы еще был представитель, извиняюсь, еще был атамасской статисты Сан-Диего. Он предлагал одно из названий, по-моему, тоже по-этническим, да? Скажите мне, давайте, этническое слово, мы будем употреблять название. У меня есть предложение. Да. Давайте здесь... Это брейк. Иди, спокойно все. Подождем. Давай, есть он брейк. Решер, с ног, есть он. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Так, идем дальше, да? Значит, мы остановились на названии. Давайте его закончим. Название нужно сделать. Слушай, нету. Ставим на красование, не тянем резинку. Можно еще все-таки добавить? Нейти сюда. Круг. Нейтиф или Эпик? Эпик. Это третье, это шестое название. Записывайте шестое. Казачий, этнический казачий в Америке и его американский эквивалент как козак. Конгресс и номер. Да, конгресс. О, и номер. Я тоже за это. Я за большинство. Ну, надо сказать, сколько. Считайте. Кто считает? Считает? Секретарь. 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 Какие казачи. Ну, да. Ну, да. Ну, да. Какие предоставить. Что они. Какие казакии? Казакии. Добро пожаловать на наш канал! 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 Добро пожаловать на наш канал!